всем привет эпопея садом продолжается всем огромное спасибо за ваши советы и ваши комментарии за ваши пожелания потому что я ко всем прислушиваюсь потому что я-то никакой не садовод садовод у меня в основном колен вот поэтому я читаю ему то что вы мне советуете какие растения посадите что именно как благоустроить и так далее и в общем мы потом уже как бы сообща принимаем решение но в основном принимает решение конечно муж потому что но от меня толку мало вот поэтому если я о чем-то не соображаю и не понимаю то я конечно предоставляю решать ему вот давайте поговорим о роде значит я ему сказала что я хочу розу оставить там где она была там где я вчера вам показывала ее и также сказала что девочки мои подписчицы тоже советуют взрослую розу не пересаживать потому что потом она может заболеть и может даже не выставить но знаете мои доводы его не убедили ни мои не на то что я сослалась на вас это его не убедила то что он упрямый а я не знаю упёртый как так не знаю что не буду говорить как что вот но он мне привел свои доводы которые в общем то я сочла благоразумными вот ну и конечно не стала спорить с ним сейчас вам покажу куда мы ее пересадили как вы знаете роза цвела у меня вот здесь пересадили мы ее вот на этот участок и колин сказал что здесь будет ей лучше потому что здесь она стоит на свету а розы как мы знаем как я уже тоже знаю любит свет и здесь у нас видите как бы такой вот розовый такой участок да розовая часть сада вот эти вот мои розы которые цветут прекрасно такая красивая цвета у них пошла вот маленькая розочка тоже смотрите видите тоже вот она пошла желтая моя роза вот с тоже такой красивый листвой и вот это вот роза которую он выкопал и сломил ее видите к забору сломил ее к забору сейчас объясню почему он сказал что это роза это вьющаяся роза и нужно к чему-то прислоняться здесь она росла прям посреди ну посреди участка да то есть за розы был куст куст и она в него как бы пряталась на него цеплялась и вроде как бы там цвела но она была в тени и ее было очень ну очень мало и было видно на самом деле и поэтому он сказал что вот там ей будет лучше сам я ее привяжу к забору и там значит ей рост и она пойдет вверх и будет цепляться и заодно там больше света вот видите колин прислонил ее к забору и в общем дал ей возможность пойти наверх она будет на солнце на свету кстати вот эта роза вот эта роза она в тени дерева потому что здесь у нас видите магнолия цветет и она в тени дерева была но не такой цветущий пока он не срубил пару веток срубил пару веток и она теперь на свету на солнце и вот видите как она хорошо разрослась у нас просто прелесть и такие стебли у нее прям вот видите такие толстенькие а этот конечно ну понятно что она будет переживать это роза ну посмотрим как она пойдет в противном случае колин знает вернее пока еще не знает что его ждет но я думаю что если она там не выживет то мы ему вместе предъявим да мы объединимся против него и предъявим предъявим ему то что наша роза не выжила но будем надеяться конечно на лучшее вот так же он сказал что он уже несколько раз пересаживал взрослые розы и ничего с ними не случалось а там вроде как бы почва хорошая и вроде все будет хорошо не волнуйся говорит и своим девочкам передай большой привет значит и скажи им чтобы они тоже не волновались все будет хорошо но в общем я буду держать руку на пульсе и буду вам периодически докладывать сегодня мы ездили в garden center даже в два потому что один такой небольшой и там конечно небольшой выбор а второй побольше и вот там мы купили то что мы в принципе хотели но конечно еще не все потому что ждем пока привезут нам землю ее обещали привести уже уже в пятницу поэтому вот ждем до пятницы потом колин и и на стиле это потом будем ждать пока она усядется и только потом будем но колин будет сажать туда цветы и растения сейчас покажу то что мы купили уже вот и ну конечно буду показывать то что мы потом будем подкупать еще во первых мы приобрели вот такие вот две я не знаю как они если честно называются вот такие две деревянные штуки ну будем называть их лестницей условно говоря за что будут цепляться наши растения и мы купили вот такие цепляющиеся да вот это жимолость но каждому растению прикрепляется такой знаете как как лейбл на котором написано что любит это растение солнце или тень как она пойдет какую высоту в какую ширину ну то есть как ухаживать в общем все о растении такая краткая информация на этом лейбле и вот проживу про эту жимолость написано было что она два с половиной метра высотой пойдет и точно также разрастется по ширине но это не сразу конечно в будущем поэтому вот мы ее взяли эту жимолость она неприхотливая нам сказали и значит вот вот здесь она будет здесь у нас растут вон видите тоже такая вот уже есть у нас такая лестничка здесь растут у нас клематисы если я правильно произношу это слово потому что по-английски будет клематис вот значит жимолость второй куст который мы приобрели это вот пиканта вот видите вот такие вот лейблы цепляются к растениям и у них там вот сзади вся информация вот у нас у сестры у колина сестры у младшей вот эта пиканта растет в саду но она растет с белыми ягодами а у нас будут вот мы выбрали вот такие вот красные вот тоже посадим ее сюда и у нас есть будут два таких вернее уже три вьющихся растений а еще купили два кустика лаванды и посадили их в одно кашпо и поставили конечно как хотели вот здесь с левой стороны еще я прислушалась к вашим советам и мы не не стали покупать сирень а купили место нее жасмин колин уже посадил горшок и вот прислонил тоже наши беседки наши перголи и вот конечно вот этот вьющийся жасмин он пойдет 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 и закроет нашу беседку девочки у меня вот в этих горшках стояли розы одна вообще видите вот стебель стал просто один стебель все весь сухой стал в общем не пошла роза вот это наполовину тоже мы ее поливаем удобряем отпрыскиваем все делаем и вот половина сухих стеблей а половина видите зеленый и вот даже пошли листочки уже колин хотел выбросить я говорю подожди пока даже не выбрасывай может быть она отойдет и вот видите стала немножко отходить посоветуйте пожалуйста кто у нас знает знаток роз что еще можно сделать что еще можно сделать с розой может быть это вот видите такое как дерево розовое дерево может быть посадить ее вот в ту землю но мы боимся что она болеет и на ней какой-то грибок или что-то такое почему она вот так себя ведет мы боимся этот грибок передать вот тем растениям которые там вот у нас видите розовый наш кусочек такой кусочек вернее земли поэтому мы туда не пересаживаем боимся но вот пока поставили здесь на этом месте тоже на солнце вроде как бы отходит от нас подождем вообще этот угол сада у нас такое видите заброшенной здесь стоит старый металлический вот этот вот гараж террасарай и там лежит всякое всякая всячина ненужная в общем-то половина но не нужная мне но нужно и коль ну потому что он работает и там же хранятся наши велосипеды он ее будет убирать вернее вот этот сарай он будет убирать и на его место мы решили сделать маленький парничок купили травы и колин даже посадил уже их в этот катку розмарин дальше орегано затем вот эти вот пики лука и майоран вот посадил их вот в эту катку а катку поставил вот пока мы с вами разговаривали колин уже сделал вот такую лестничку вот где собственно и будут стоять наши горшки но пока горшков нет он только разместил наверху наши травы поставил эту лестничку рядом с барбекюшнице потому что ему очень удобно оказывается доставать отсюда инструменты вот ну и вот такой у нас еще горшочки есть красивый смотрите туда тоже посадим что-нибудь но пока вот вот так вот и тоже в годом центре видели точно такой же вот домик птичий только чуть пониже этот вот у нас высокий выше чем я это наверное метр семьдесят пять будет а в годом центре был но маленький метр пятьдесят вот 50 фунтов стоит точно один в один колин сделал стоит 50 фунтов видите опять же какая экономия сделать сам называется птички у нас любит купаться здесь поэтому колин постоянно воду здесь добавляет меня это ее а в катан центре кроме всего прочего есть еще и такая знаете мясная лавка и там чего только нет и мы сегодня купили вот такие шашлычки там они курины а сосиски из с добавлением стилтона сыр стилтон и по моему глюква вот ну мы взяли 4 сосиски тоже в общем всего взяли по 4 хотя вот этих вот 5 и за все мы отдали 6 фунтов то есть но я считаю что очень дешево получается где-то около 600 600 600 рублей я приготовила овощи и сейчас у нас будет гриль у нас будет гриль а а и и и и